Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналья, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Будет много радужного, небесного, я бы сказала, облачного, а также много чего загадочного. Так что устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и поехали! Также хочу сказать сразу, почему я не снимала видео, которые были до этого. Точнее, обновления, которые выходили ранее, я считала их скучными, неинтересными. Поэтому желания снимать такого не было. Даже обновления с добавлением новых коней как-то меня не впечатлило. Поэтому я сегодня о них говорить не буду, но если вы все равно хотите, чтобы я о них рассказала, то пишите комментарии под этим видео и тогда я сниму быстренько маленькое коротенькое видео с обзором по предыдущим обновлениями. А сегодня мы посмотрим, что же добавили. И начнем мы с самого интересного. К нам вернулся воздушный шар с путешественницей, которая перекидывает нас в облачное радужное королевство. Но в этот раз все не так просто. Мы можем туда попасть, но для начала придется пройти мини-приключение с поиском ее драгоценного лягушонка. Кстати, если что, да, он сейчас сидит здесь, но по факту, если вы заходите в игру, насколько я поняла, он появляется в рандомном месте рядом с вами и вы должны будете пройти сюжетку, в которой мы увидим некоторую трагедию, связанную с облачным королевством. Буду его так называть. Также увидим нового злодея, о котором, возможно, вы уже все знаете или слышали. Кто-то, может быть, даже видел его когда-то в отдельных играх со звездными наездниками, и там была Катерина. Только моделька там была настолько старая, что с нынешней Катериной вы ее вообще не узнаете. Да, поэтому, если интересно, то скачивайте старые игры по ССО. Ой, вроде бы на сайте они где-то были, но, если честно, я не знаю сейчас, как их найти. Сама бы поиграла. Вот. Но проходить я в этом видео не буду, я просто рассказываю, что там добавили. Но видео с прохождением все-таки будет, так что не переживайте. Видите много радужных шароков и не понимаете, в чем дело? Не переживайте. Просто приехал этот наш любимый праздник радужного фестиваля, и нас ждет очень много, на самом деле, вещей. Как всегда, насколько я помню, раз в час или по какому-то времени будет проходить парад, на котором мы все можем поучаствовать. И это очень круто, это одно из тех мероприятий, которые всегда как-то радовало игроков, ССОшников, наездников, я не знаю еще. Чтобы поучаствовать в нем, все обычно наряжаются как-то по-яркому. В общем, да, очень-очень круто. Также вы можете наблюдать радугу каждые полчаса, если вы будете кататься за этой радугой, будете находить лепреконы, которые будут вам давать, по-моему, некую валюту, которую вы сможете обменивать. Вот, кстати, да, вот прямо сейчас вы увидели, что вблизи конюшни абсолютно любой, у меня и появилась начальная вот эта анимация с этим лягушонком. Но подожди, дорогой дружочек, немножечко попозже, сейчас меня интересуют немножечко другие вещи этого обновления. И также всеми любимые пляжные венчаринка в честь данного праздника находятся здесь. И все, по-моему, здесь тоже открывается по заданию, по крайней мере, раньше открывалось, сейчас не знаю. Плюс еще вроде бы магазинчик, да-да-да, вон он тот самый магазинчик, в котором мы можем купить с вами кучу всего нового. Нам привезли кучу бантиков, кучу украшений, то бишь на лошади. У меня, правда, я в прошлом году все скупила, и добавили еще больше бантиков, я не знаю, скупать все эти бантики или нет. А также нам обещали вот, да, вот этого маленького, как он называется, пиксельный ретривер, йорик, терьер, извините. Причем не прописано его до сих пор в описании. Но вот гордый терьер, а на сайте он прописан как, по-моему, пиксельный. В общем, да, если хотите, можете купить этого милого песика к себе в конюшню в качестве питомца и праздновать этот праздник вместе с ним. Но это еще не все. Нам обновили фоторежим. И меня очень-очень радует. Если кто не в курсе, то как раз в одном из прошлых обновлений нам добавили такую классную функцию, как смена времени дня. Причем, если вы играете в игру, вы только-только в нее зашли и ничего не трогаете, то ваш солнечный день будет идти по времени сервера. Зашли вечером, будет вечер. Зашли днем, утром у вас будет светло. Но если вы начинаете выбирать, то, по-моему, время останавливается именно в том месте, где вы оставили ползунок. В моем случае я обычно, когда захожу вечером, когда уже, допустим, вот такая темная ночь, и если бы я хотела снимать видео, я это всегда откладывала, потому что я не люблю снимать ССО в ночное позднее время, потому что передача красок, текстур немножко казится за счет вот этого лунного освещения, хотя я не говорю, что оно плохое. Поэтому теперь, если я буду часов в 11 вечера желать снимать видео, я могу просто передвинуть ползунок примерно на дневное или утреннее время, чтобы снимать для вас. Но это было в прошлый раз. В этот раз нам добавили возможность скрыть отдельно себя, отдельно лошадь, но да, сейчас я верхом на ней, поэтому скрываемся мы все разом, и возможность скрывать других игроков. Ребята, это меня радует, как они занялись фоторежимом. Я надеюсь вообще, что в будущем они сделают возможность добавить видеорежим, потому что это будет гигантский шаг вперед. Будет намного проще снимать какие-то видео а-ля сериальные, какие-то видео музыкальные, где не нужно отдалять в настройках камеру, делать обрезку записи видео по рамке. Ну, точнее, я знаю, да, что сейчас есть кнопка F1, которая убирает нам рамочки, но, я не знаю, чтобы была возможность, к примеру, закрепить камеру в одном положении, как-то нажать, чтобы она закрепилась, и двигаться куда хочешь, а камера бы не теряла ничего. Я не знаю, и эффекта можно было бы. В общем, чтобы была бы такая возможность. По-моему, здесь больше ничего не добавили. С этим фильтром, поэтому, да. В общем, функция очень-очень классненькая, очень-очень полезненькая. А, ну вот только, кстати, да, время дня я вам показала не там, это в настройках, это в настройке креативности. Вот она, вот этот ползунок, который теперь индивидуально вы меняете себе время дня или ночи. Да, немножечко не туда я зашла, чтобы вам это показать. Вот, теперь давайте перейдем уже немножечко к грузненьким моментам, но после радостных, потому что к нам приехали морские кони со своими морскими скатиками. Если что, я их уже покупала, и насколько я помню, покупка данных коней есть на канале. О боже, я еще не скоро привыкну к тому, что теперь все лошади будут продаваться с новым меню покупки, где вы можете посмотреть анимацию целиком и полностью, а также снять, смотрите, вы с магических лошадей сможете теперь легко снять их личину и посмотреть на нее в обычном виде. Меня, я из-за того, что очень редко захожу в ССО, кстати, надо это исправлять, надо снимать побольше для вас видосиков. Я еще долго буду этому удивляться, этому умиляться, прям божественно. Вот, так что да, видео где-то было на канале, в других породах тут их всего две показываются, то есть общие фортпинтовские лошади здесь не проявляются. Ну и также питомцы-скатики. Вот, теперь, к сожалению, давайте поговорим немножко о грустном. Все мы знаем, что сейчас активно начали убирать старых лошадей. И вот буквально в эту среду с обновлением у нас убрали трех старых лошадок Чинка Тик, Пони и одну Вестфальскую лошадь, если я правильно помню название. Казалось бы, можно было бы оставить некоторое время на передышку, чтобы можно было накопить хотя бы какое-то число СК. Но, к сожалению, разработчики решили, что они так делать не будут. И поэтому 17 августа в недельном обновлении, ну еженедельном обновлении ССО, нас покинут Квотерхорсы. Квотерхорсы это не вот эти вот, так что можете успокоиться. Это Пейнтхорсы. Они пока что остаются с нами. Хотя первая моя реакция была, что сколько же лошадей мне придется скупать. Нет-нет-нет, нас покидают вот, пожалуйста, американские Квотерхорсы. Сколько же их в итоге лошадок? Их уберут разом. Они стоят по 475 СК. И у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. У нас семь мастей. Соловая, вороная, гнидая, светло-серая. Потом, наверное, тоже ворона. Вороная. Я плохо помню мастей. А, боже. Вот эту вот нас убирают. И... Я сдаюсь. Я не помню. В общем, да, вот шесть, семь. Шесть, семь. Да, семь лошадок у нас убирают. Причем... Подождите. Мне показалось. Удивительно, посмотрите. Но вот этот американский Квотерхорс, он стоит не 475, как все остальные. Он стоит 390. Дружочек, чем ты провинился, что ты дороже? Неужели мастью? В общем, это очень странное явление, очень странные дела. И на мой один аккаунт, который я решила сделать чисто для старых лошадей, которые сейчас убирают, я устану закупать СК через iOS, приложение с айфонов, с айпэдов. Но придется постоянно, видимо, покупать СК на удвоение. Это, конечно, невыгодно, это, конечно, дорого, но, ребят, экстренная ситуация, камеи убирают, и я не успеваю их покупать. Причем на основе у меня есть один Квотерхорс, по-моему, вот этот. Да, вот он у меня уже есть. Поэтому я не расстроюсь, что я на основу не смогу купить всех остальных. Хотя вот этот мне очень сильно когда-то нравился, и он, в принципе, симпатичный. Вот, но, Серый, на все аккаунты не наберешься, поэтому придется, наверное, все силы тратить на аккаунт древних лошадей. Я его так буду называть, Даша Панихом, вот, который примет у себя всех этих красавчиков. Как, боже, как это печально, как это грустно. Нынешняя ситуация не связана никак с оплатой СК, с покупкой Лайфа или Старайдера, которая сейчас невозможна. Не так печально, как вот то, что убирают активно старых лошадей. И можно было бы, к примеру, убрать одних коней и дать полгода передышки, потому что это был бы звоночком для всех ССОшников, что все началась та пора, когда будут убирать старых коней. И могли бы хоть как-то накопить на старых пород, на старых лошадок, поняшек, чтобы скупить тех, кого хочешь. Но у нас проходит время, мы еле-еле успеваем подкопить под конец, скажем так, отведенного нам времени СК, чтобы купить лошадок, которых собираются убирать, и они моментально нам говорят, что убирают следующих. Мне просто нет слов, и даже возмущаться сил уже нету, потому что возмущение тут никак не поможет. Здесь уже и так все понятно. Ну и также, кстати, я хотела сказать, что нам в Облачном Королевстве перепадет очень много одежды, амуниции, там куча-куча всего классного, но чтобы не спойлерить то, что будет там по сюжету, я сейчас туда ходить не буду. Но так как эта локация доступна вам, всем, у кого есть Старайдер, нет Старайдера, вы можете его посетить и посмотреть все, что там есть, купить, не купить, это вы же решайте сами. Вот, так что в этом обновлении, в принципе, все. На следующей неделе будет какое-то обновление, связанное с Тайной пропавших цветов. Я, если честно, уже не помню, что нам обещали на весь месяц, поэтому и сама сижу, угадаю, что же это такое там будет. Вот, ну и в принципе, да, видимо, в следующей неделе обновление будет не очень интересное, но, ребята, я вам гарантирую, что на этой неделе выйдет еще два моих видео, если не три, два точно. Ждите видео с прохождением сюжетки, добавленную сегодняшним обновлением. Также видео со спойлерами. Да-да, ребята, я выпущу видео со спойлерами, хотя, возможно, вы уже все знаете, вы уже все видели, но я просто обязана рассказать об этом в этот раз, потому что это прям очень-очень мощные спойлеры. Вот, так что на этом всем. Спасибо, что это посмотрели. Если что, посмотрели это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, жалко ли вам старых лошадок, которые убирают. В этом случае это будут квотерхорсы. Неизвестно, кстати, какая порода будет следующая, кого же будут убирать. И, кстати, покупаете ли вы сейчас вот в эти вот моменты кого-то из старых лошадок, хотя бы одну из породы, просто чтобы была одна лошадь старенькая, чтобы помнить, как она была, как она выглядела. И вообще, они играли когда-то в вашей засошной жизни какую-то особую роль. Или вы из тех новичков в игре, кто не знает прелесть всех лошадок первых поколений. Вот, да, так что все, я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. И ждите прохождения со спойлерами. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!